всем привет вы на канале обитатели руин сегодня у нас снова рубрика мир призрак на самом деле в такую осеннюю погоду вообще просто в этот сезон хочется сидеть дома укутавшись в одеяло пить чай и вообще никуда не выходить из дома эта рубрика конечно меня очень сильно в этом смысле спасает то что я сегодня подготовила просто мне кажется супер уникальной историей первый раз когда я посмотрела видео из того места которое мы будем с вами сегодня исследовать у меня взорвался мозг по мне просто бежали мурашки у меня безумно билось сердце такое достаточно редко происходит сегодня мы с вами посетим заброшенный парк дикой природы с потерянным уникальнейшим экземпляром когда места остаются нетронутыми в течение многих лет это может привести к некоторым довольно увлекательным открытием именно это и произошло в музее гигантских дождевых червей баз австралии там можно было исследовать желудок червя изнутри полюбоваться экспонатами демонстрирующими естественную среду червей посмотреть на коллекцию австралийских животных покормить кенгуру с рук погладить коалу увидеть выставку рептилий и даже встать рядом с огромной пятиметровой белой акулы и все было бы здорово если бы в 2012 году парк wildlife wonderland не был вынужден закрыться из-за нарушений закона о дикой природе 1975 года и выселение оператора арендодателем парк wildlife wonderland не имел лицензии на демонстрацию местной дикой природы для публики и оператор добровольно передал всех животных в общественной организации по предотвращению жестокого обращения с животными экспонатом парка ничего не оставалось как застыть на месте и ждать включая акулу рози в 1988 году австралийские рыбаки случайно поймали в сеть белую акулу длиной пять метров мужчины решили сохранить ее в целости и передать для исследований и выставок в центр экотуризма расположенной в штате виктория в котором заботятся о морских котиках конечно же акула до момента передачи не дожила поэтому ее тело поместили в большой аквариум заполненный формальдегидом и лишь спустя шесть лет рози обнаружили люди исследовавшие заброшку и ее окрестности место стало супер популярны у сталкеров и довольно быстро аквариум оказался вскрыт туда полетел мусор и существование никому не нужны белые акулы оказалось под угрозой законсервированная туша акулы пролежала до 2018 года как вы поняли сегодня конечно мы будем исследовать и саму территорию этого места то есть заброшенные здания какие-то оставшиеся документы возможно но самая главная фишка это заброшенный танкер с акулой из-за того что вандалы все-таки начали ее пытаться вскрыть пытаться достать что-то туда начали кидать постепенно весь формальдегид раствор в котором она лежала он начал проникать в атмосферу и на самом деле по хорошему в этой комнате нельзя было находиться больше одной минуты если не были открыты ворота если не было никакого доступа к свежему воздуху потому что раствор формальдегид на самом деле супер токсичная штука насколько могла попыталась вникнуть во всю эту химическую историю и вообще какие растворы зачем используется надеюсь смогу вам подробнее об этом рассказать первым роликом мы с вами смотрим человека под именем люки mc это самый первый stalker самый первый блогер который попал в это место и вообще открыл акулу роузи всему миру его видео было снято 2018 году и на сегодняшний день она начисляет 17 миллионов 144 тысячи 466 просмотров просто невероятная цифра особенно для подобного контента мне кажется все таки заброшки имеют куда непонятную репутацию тем более в соцсетях тем более в ютубе давайте погружаться и вообще смотреть что люк там смог найти как-то все это допоминает пещеру это остатки экспозиции Субтитры делал DimaTorzok 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 Пахнет. Короче, лучше действительно в таких комнатах не находиться, потому что неизвестно какой может потом эффект быть. Поправляемся смотреть еще два видео похода. Я думаю, что нет сильно никакого смысла смотреть то, что нам уже показал первый блогер в плане других комнат, других зданий, потому что в принципе все и так ясно и понятно, что там огромная большая мусорка. Тем более спустя год вряд ли что-то поменялось, поэтому мы с вами сразу перескакиваем на момент с акулой, потому что мы должны понять, что через год с ней творилось. Это уже 2019-й. То ли у ребят фонарики получше, то ли света проникает в эту комнату больше. И уже надписи на танкере. Вода стала еще более мутной. Да, я не знаю, что это было. Я думаю, что это было так, что это было. Так много аркаде геймс в ней, тоже. Это не было бы не было ничего такого, что это было бы не было. Вы стоите здесь, Скотти. Я буду шлить на свет через это, и посмотрим, что это появится. Да. Ну, это да. 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 Это да. 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 Вот уже тут стул, телефон Я не понимаю, зачем туда было всё это кидать Сюда вверху что ли У меня эти машинки в том же почти состоянии Три австралии играют в доме Филфiest cartoon character of all time Я помню, играл что-то, что-то Ах Нелли Ах, это очень круто Вот это крыша этого танкера Три австралии Три австралии Есть люди умные, а есть люди очень умные Почему действительно они не впрыгнули сами в этот контейнер Почему не решили сделать фотку вместе с акулой прям вживую Ну, видимо, не догадались Может, не захотели контактировать с этой жижей Но, мне кажется, даже в химическом ожоге нет ничего Хорошего и прикольного Поэтому надо всегда быть с этим всем осторожным Ну, вот опять же, спасибо вторым блогерам, что они не стали туда прыгать, залезать и вообще все это трогать, нюхать и так далее Ну что же, вот и последнее видео из вылазки И, а далее мы будем с вами смотреть, что с этой акулой вообще происходило Что с этой акулой Что с этой акулой будет происходить в 2020-ом уже году жизнь Дobic У всех уже одинаковая просто реакция Холи С polymer Я не ожидал, что они так близко будут снимать Глобник О, блядь, это невероятно, посмотрите на это Жиз, это огромный фиг Да Вау Это невероятно Это невероятно Это место закрыли в 2012 Кто-то уже вскрыл, наверное, амбар Я знаю, что это Это не ситтене Это не ситтене Да, на это Убираемся Все, парни Да, спасибо Спасибо, ребята Спасибо за просмотр Да, спасибо Не пробьтесь Вау Да, спасибо Вау О, боже, это так круто Ну это жесть, это просто, да Они даже несколько раз били Это, это сам rain的, это да О, это не entender Нет, но у меня анг�� Конечно, посмотрите что Это была Wantin Почему говорить Субтитры сделал DimaTorzok Предлагаю переключиться уже на 2020 год, когда этого клуба наконец-то нашли, наконец-то местные власти заинтересовались этим местом. Во-первых, из-за безопасности, потому что если бы кто-то действительно разбил это стекло до какой-нибудь даже малейшей дырочки, вся эта жижа начала бы просто выливаться, и неизвестно, насколько бы токсичное там вообще стало место. Вот, но в 2020 году эту прекрасную акулу Роузи вытащили наконец-то из этого амбара. На самом деле они даже вскрыли крышу и с помощью крана её оттуда вытаскивали. Как не разбилось вот это стекло, которое мы с вами только что видели, я просто себе не представляю. Это... Там, наверное, огромная просто была толщина. Ах, жесть. Но следующее видео мы с вами смотрим о том, как вообще за нашей Роузи на сегодняшний день, ну, на 2020 год, на 24 марта 2020 года, как её очищают, как её бальзамируют и вообще погружают в глицерин. Роузи на сегодняшний день. Ещё глицерин не только вокруг неё заливается, а и в неё саму, чтобы как раз вот эта кожа, которая за время лежания в этом танкере, она полностью вся иссохлась, плюс, опять же, когда они переливали все эти жидкости, видимо, тоже это как-то очень сильно влияло на текстуру её кожи, поэтому вот на тот момент они занимались её полным восстановлением. И, как вы видите, даже танкера они оставили тот, в котором она и была. Очень интересно, почему они не заменили это стекло, или почему в новый её какой-то танкер не поместили. Но, наверное, с другой стороны, это часть её истории и то место, в которое они её, скорее всего, на сегодняшний день уже поместили. Они там рассказывают о том, что вообще происходило с этой акулой, как её потеряли, а потом в какой-то момент нашли. Глосpedos... Ну, 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 что там не пропально. Ну, 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 вот здесь мы, так что участвуем, что-то не пропало. Ну, я думаю, что что ты в этом сегодня не поменялся,, у меня нет её. Угу. Угу. Ну, вот, да, на ней её, достоин, это довольно-мне очень плотина и у меня prophets скобы сигнло, но я бы просто продолжу тебе sheet. Угу. Угу, я просто, кстати, я не перебываю и повторю, что всё-маленькийся, что-то уже не может быть по-любором здесь. Ага. Ага. You'll feel it sort of suck into your feet. Yeah, it does. Yeah, so all that air I thought I had around me, it's gone. Do you have any smell or anything either? Look, not really. I'm so close to it. Yeah, so what I'm going to do now is just take this off. Yeah, you can see it's a little bit drier. Yeah, you can see that actually. Now, the way we sort of... It's still quite pliable. So it's still quite rubbery, which is okay. I've never touched the shape before. Wow. And again, you won't be able to see, but obviously, like, the shark's skin itself is like billions and billions of little tiny teeth. So we actually... What do you mean? It's like teeth. Yeah, it's like little teeth, the actual skin, the tiny little triangle type. Yeah. What's that? It's pretty amazing. Yeah. You can see it. Have a close look. You can see it. You probably won't be able to see it with the camera though, but yeah. I don't want to touch it too much. No, that's the case. It's not good for it. Basically what I do, because it's actually quite thick, so what I've got to actually do is just pop the needle off every time. Because the glycerin's so thick, what I've actually got to do is pull the needle off, then suck it up, put the needle back on, and then start injecting her again. Because it won't go through the needle. No, no. You see the bullet hole here that they used to kill her at the time? Right. So this is when she was in the tuna fishing nets? Yeah, when she was stuck in the nets. And they were tangled, and everyone was afraid to go in there to try to get her out because they thought that she'd not be eaten. Right. And when sharks get stressed, their blood under heat, their blood boils, and it was a horrible way for them to die. So they actually used a lot of poles with a bullet in it and take it onto her head. It's kind of like the place in which she was killed. It's sad, but it seems that everything was fast. Posture growing instant death, so it was a humane death. I mean, leaving on the net struggling would have been a really horrible way for it. Wow. And she would have died anyway, it was a matter of time. But this is a painless way to go. With much glycerin in there as she possibly can, a bit of a Botox. So you're poking in only, what, a couple of mils? Yeah, yeah, absolutely. Just, just, well, because when you actually push it in, obviously there's a cartilage in there and stuff that's stopping it one bottle all the way through. Really, really thick skin. Is she okay with human touch? Oh, yeah, no, she's, I mean, the glycerin preserves everything. I mean, the skinny skin, all that oil in this is glycerin. She's soaked with glycerin. Yeah, and I can even double that. It's got this hyposcopic effect where it gets pulled up and so she doesn't have to be covered because it's all seeping up. It's a bit like water in a respect, on a towel, just seep up a towel. Yeah. Is that why you've got a towel just down on her? It's soaks up. Soaks up and goes around. Soaks the glycerin, brings her around there. You see, the whole roof of the tank was totally rusted out. So we spent many, many weeks grinding away. We went to repaint the whole interior. We went to, well, first we had to scrub the tank clean, remove all the rot, remove all the rubbish, clean everything out. With those of being in here, so we had to work around there continually. And then they had to go through and let the cover of the tasks while they ground away with angle grinders, de-rusted everything, prepared everything, re-bolted. And most of the bolts were actually rotted out as well, support-wise. Yeah. So they re-weld and everything. It's an amazing effort. Yeah. And then the problem is sealing her tank with having leaks in the roof, a few types of water coming in. And the whole idea with glycerin is we really don't want any water going in. The more purer the glycerin, the better the antibacterial effect is. Did you learn that this was what the best way was to look after her skin? It's just been research on you. We talked to lots of experts about chemicals to use, formulations, biochemists, shark experts, industrial chemists, and trying to find the easiest solution. Well, easiest and the most practical solution. We could have used other chemicals, which would have been significantly cheaper, but wouldn't have given us a permanency, the clarity of the solution, and wouldn't have preserved her as well. At the time she would have deteriorated. So, and plus, there's always some degree of toxicity with other chemicals. With glycerin, it's a food substance. You can eat the stuff. So it's a food additive, so it's quite safe. A lot of your hand creams made out of glycerin. Yeah, I can feel it. It feels like a moisturizer. Yeah. My big worry now is we run out of hand creams and glycerin. Somebody's going to start saying, well, you've got 5,000 leaves. Yeah. We need that. So I'm just wondering what's going on. Wow. So, yeah, so it's, we might have to sacrifice some glycerin for, um, to get here for places. Yeah. Well, the last thing we are focused on today is the various kinds of types of animal animals. The use of alcohol is the strength of 60 to 70 degrees. That's the first option. второе. Второе вариант — это консервация формалином. И, третье, глицерином. Спирт, на самом деле, отпал, по-моему, достаточно быстро, потому что тратились просто огромные деньги на то, чтобы просто всю эту жижу где-то взять, заказать. И не всегда она была прям супер хорошего, чистого качества, поэтому возникали какие-то мутные пятна и все остальное. Формалин же дешевле по сравнению со спиртом, удобен, потому что его в 20 раз можно меньше брать объемом. Находясь внутри этого формалина, различные животные организмы, они не разлагаются, не гниют. Но, к сожалению, у формалина есть достаточно большие недостатки. Первое, он очень токсичен, его поры раздражают слизистую глаз, оболочки органов дыхания, то есть очень вредная штука. Второе, находясь внутри формалина, различные ткани теряют свою эластичность, поэтому вот мы с вами сейчас и наблюдали, что в Роузе добавляют глицерин для того, чтобы разровнять ее кожу. Если бы ее оттуда не достали в 2020 году, наверное, еще лет 10 она бы там пролежала, может быть 20, может быть 30, но все равно в какой-то определенный бы момент иссохлась, как какая-нибудь маленькая креветочка и превратилась из огромной пятиметровой акулы вот в такую малявку. Третье, раствор формальдегида очень легко замерзает, просто повезло, что этот танкер находился в Австралии, в том регионе, где всегда постоянно супер жарко. И четвертое, это кости формальдегиде просто становятся мягкими, поэтому реставрировать все это дело достаточно сложно, чтобы потом какое-то животное, да, или какой-либо другой организм не находился в каких-то потом странных позах и не ломался сам по себе. И мы пришли к самому последнему способу, а именно к глицерину. И тут все плюсы вообще налицо, он бесцветен, он не токсичен, не ядовит, у него нет запаха, но вроде как с ценой не очень все понятно, потому что для того, чтобы восстановить Роузи и воссоздать то пространство, в котором она находилась, надо было в этот танкер залить 19 500 литров этого, собственно, глицерина. И стоило все это дело 60 тысяч австралийских долларов, что эквивалентно почти 2,5 миллионам рублей. Восстановление нашей акулы Роузи в действительности очень дорогое дело, но с другой стороны, действительно, они вывезли этот токсичный химикат, раствор, из того места, где, ну, точно какие-нибудь бы идиоты попытались это все разлить, растащить. Может быть, кто-то на спору бы это выпил, и неизвестно, что бы потом с этими людьми творилось. На сегодняшний день Роузи покоится в большой бочке, в большом контейнере с глицерином, чувствует себя отлично, ее восстановили, поместили в выставочный центр Crystal World в Devon Meadows в Австралии. То есть она не покидала материк, просто ее нашли хорошие люди, восстановили, и на сегодняшний день туда можно прийти, ее посмотреть, но неизвестно, когда у нас это получится. Я надеюсь, что не все потеряно, и когда-нибудь мы сможем увидеть Роузи, the shark, в всем ее великолепии. На этом это видео будет подходить к концу, я надеюсь, что оно вам понравилось. Я надеюсь, что вы испытали те же самые эмоции, что и я, вот с этой красоткой в танкере. Ой, ну я бы, конечно, наверное, просто умерла на месте, увидев подобное существо в какой-то зеленой воде. Это действительно что-то апокалиптичное. Как будто НЛО захватило эту территорию и решило акулу спрятать от всех вокруг. Вот. Поэтому, если вам это видео понравилось, то ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое, интересное, сногсшибательное видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok